Всем привет! В этом видео поговорим о том, как заканчивать выступление, особенно неудачное, потому что с удачными-то все понятно. Ну, действительно, удачное выступление можно заканчивать очень по-разному. Например, вот так. Можно вот так. Можно вообще вот так заканчивать. Ну, у начинающего комика чаще бывают неудачные выступления, чем удачные. И это нормально. Поэтому, если у вас сейчас случается 3 минуты в тишину на открытом микрофоне, то, наверное, хорошо бы подготовить какой-то план Б на случай, если это было ужасно. Хорошо, если вы заложили какой-то месседж в ваше выступление, то есть какой-то посыл к зрителям. Глубоко философски можете подумать о том, что вы хотели изменить в своем выступлении, к чему бы вы хотели их побудить. Он был охуительным механиком и водителем. И постоянно травил старкерские ебаные анекдоты, которые я обожал. Меня зовут Даня Поперечная. Это мой ебаный анекдот длиной в 2 часа. Спасибо большое. Например, вы сменивая поведение мужчин или женщин, вы можете в конце побудить, ребята, давайте там любить друг друга и меньше обращать внимание на наши недостатки, а больше на достоинства. Вы можете сформулировать свой месседж настолько жестко, насколько вам хочется. Главное, чтобы он у вас был. И для того, чтобы его осознать, сформулировать, вы должны спрашивать себя, а что изменится после моего выступления? Например, у Эдди Мерфи есть огромный сольник Раф. Что он изменил этим выступлением? Ну, он разговорил очень искренне о сексе. И он фактически побудил нас быть более искренними. Нет, поймите меня правильно. Если вы на ком-то женились, и ни у кого ничего не было, и вы заработали вместе 300 миллионов, то вы заслуживаете половины. Но у Джонни было 300 миллионов, когда они встретились. И мне почему-то кажется, что она это знала. Хотя это было с матом жестко и резко, но он побуждал нас быть более искренними. И поэтому этот сольник имел такой большой успех. Когда в выступлении нет месседжа, то ему приходится слишком сильно опираться на супер смешные шутки. Но даже тогда он не переходит в бэклист. То есть люди не пересматривают то, у чего нет философского подтекста, у чего нет побуждения что-то изменить. Допустим, Джордж Карлин в своем сольнике вот этом. Когда вы видите большой пожар по телеку, разве вы не надеетесь, что он распространится? Разве вы не надеетесь, что он выйдет из-под контроля и спалит дотла шесть округов? Пытался заставить людей быть более осознанными или тупыми, больше думать, что они делают, чем просто плыть по течению. И несмотря на то, что сейчас я говорю это такими моралистическими словами, вы понимаете, что в целом стендап он про искренность, про осознание собственных ошибок. Поэтому, если у вас сейчас пока что нет идей вообще, о чем ваш стендап, и ваш стендап это набор шуток, то в конце предложите хотя бы какой-то лозунг, какой-нибудь «С вами был Иван Иванов, спасибо, любите друг друга». Если вам совсем нечего сказать, скажите людям «Любите друг друга». На случай, если у вас будет очень плохое выступление, вы также можете подготовить какую-то шутку об этом, потому что она вполне возможно изменить впечатление о вас за этот вечер. Допустим, после трех минут тишины вы можете сказать «С вами был Иван Иванов, стендап на котором можно вздремнуть». Что-нибудь, которое подкалывает то, что вы делаете, и у вас будет хороший финал. Если же вы начали задумываться над тем, как вам заканчивать более круто ваши выступления, если вы хотите, чтобы они были более цельными, и зритель после 5, 6, 8 минут понимал, что «О, этот комик отличается от других, он что-то хотел нам сказать», то закладывайте это на этапе написания шуток или отбора шуток для одного бита. Вам нужно думать о том, что изменится, что вы готовы изменить, в чем ваш посыл. Думайте об этом, что вы меняете, и в конце добавляйте call to action. Спасибо, что были на моем дне рождения, у меня сегодня 33, приходите на наш фильм. И пусть у вас будет call to action, любите друг друга, или никогда не женитесь, или принимайте себя таким, какой вы есть, или пошлите нахер всех зануд. Просто посмотрите, что есть объединяющая мысль ваших выступлений, потому что хотите вы того или нет, но весь ваш материал пишите вы, а значит, какой-то исходный посыл, исходный взгляд, исходная точка зрения в нем уже заложены. Если вы находитесь на уровне, когда у вас уже 20 минут, 40 минут, 60 минут материала, и вы готовите сольник, то, конечно, вам понадобятся советы Джуди Картер по поводу выстроения этого материала, про актуальное детство, работу и отношения. Внутри этого видео мы это разбирать не будем, это есть в книге «Юмор, стендап, психология сцены» достаточно подробно. Но что вы можете сделать еще, что вы можете заложить? Вы можете закольцевать ваше выступление, то есть расписать его таким образом, чтобы в конце вы возвращались к тому, с чего начинали, к какому-то исходному вопросу, который вы задавали, и в конце вы приходите к какому-то ответу на этот вопрос, либо, допустим, к решению, что ответа на этот вопрос просто не существует. И это добавит лирики в ваше выступление, а лирика очень важна на длинных дистанциях, потому что зритель не готов смеяться полтора часа подряд. После полутора часов у него возникает физическое угасание. И в этот момент именно лирика, как полярная эмоция по отношению к смеху, подходит нам, как шоуменам, лучше всего. И последний совет, который подходит и опытным комикам, и самым начинающим комикам, это расставлять шутки определенным образом. Для того, чтобы подготовиться к хорошему финалу, поставьте свою самую лучшую шутку в конец. А вторую по крутости, в самое начало. Даже если у вас всего две шутки, вы можете пользоваться этим советом. И если вы уже ведете стендап вечера, то хорошо бы заготовить хороший панчлайн, хорошую шутку в самый конец. Это та шутка, в которую вы больше всего уверены, какая-то новая шутка, которая вам кажется наиболее удачной. Заготовьте ее в конец, и тогда впечатление от всего вечера у зрителя будет лучше. Допустим, у меня несколько раз так удавалось. Есть только одна последняя вещь, которую я хотела, чтобы вы подумали сегодня перед сном, о том, что наш мир на самом деле несправедлив. И, может быть, кто-то будет сегодня очень долго ворочаться, или там не будет теперь спать из-за этого, но я хочу, чтобы вы задумались, потому что сегодня не только хихиха-ха, после 30 лет мы начинаем думать о каких-то более серьезных вещах. С детства меня учили, что на самом деле ноги, те же самые руки, только внизу. А вы не об этом думаете? Я на этой неделе, мне 32 года, и я всю неделю думаю об одном, что на самом деле это оказалось неправдой, потому что у рук две подмышки, а у ног одна. Как вы видите, я делаю небольшую оттяжку перед финальной фразой. Для того, чтобы исполнить панчлайн хорошо, нужно к концу всегда ускоряться. Вот наш вечер, в общем-то, подходит к концу. Мне остался последний вопрос. У кого в зале у девчонок было такое, что вот только познакомилась с парнем, а уже чувствуешь, что знаешь его целую вечность? Было такое, да? И не потому, что он классный, а потому, что уже заебал. Было такое? Этому у нас научил еще Comedy Club, что в конце лучше всего звучит какая-то псевдофилософская острота. Попробуйте и вы, выберите из вашего материала что, что больше всего похоже на короткий мемасик, и поставьте в конец. Попробуйте, напишите о том, что у вас получится в комментариях под этим видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, поделитесь этим видео со своими друзьями, если они занимаются или планируют заняться стендапом. Давайте вместе делать больше стендап-контента. Да, и сейчас у меня есть возможность пригласить вас на этот большой курс по стендапу. Он, с одной стороны, будет очень академический, то есть там все будет очень сильно структурировано по главам, по разделам, по темам. С другой стороны, он будет очень детальным, то есть мы будем въедаться в очень маленькие, но сильно значимые детали сценической работы. Поэтому, если вы из тех людей, которые хотят все знать досконально, то обязательно записывайтесь на этот курс прямо сейчас. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok